Рад снова видеть вас на канале компании Медлига, коллеги. Меня зовут Константин Князев, я преподаватель по ультразвуковой диагностике и клинический специалист компании Медлига. Меня часто спрашивают, зачем вообще настраивать частоту кадров? Ведь это же хорошо, когда у нас большое поле обзора, все видно и искать какие-то мелочи на снимке не нужно, у вас все сразу на экране. Однако есть нюанс. Если объект быстро шевелится, например, при эхокардиографии плода или эхокардиографии транстаракальной у взрослого пациента, вам нужен прицельный осмотр клапана или сердце бьется очень-очень быстро у пациента тахикардия, то там качественную картинку можно получить только на максимальной частоте кадров. Какие нужно провести настройки? Именно сейчас я это и покажу. Проводить эту настройку мы будем на примере Миндрей DC60 PRO X-Insight. Обзор на этот прибор смотрите на нашем канале. Итак, коллеги, у меня парастрональное сечение по короткой оси на уровне основания сердца. Меня интересует именно аортальный клапан. Смотрите, сколько у меня кадров. Всего лишь 25 кадров. Это никуда не годится. Для эхокардиографии надо хотя бы 50, а лучше 70. Тогда можно уже работать. Как будем менять ситуацию? Во-первых, я буду снижать глубину. Сейчас глубина на уровне 21 сантиметра. Обращайте внимание, по мере того, как я буду снижать глубину, будет расти частота кадров. 19,28. 15,34. Уже 40 кадров при глубине 12. Довольно ощутимый прирост. Фокус-зону поставлю на клапан. Следующий момент. Что еще можно сделать? Можно поиграть с частотой. Сейчас у меня частота 3,8 МГц. Прибор стоит на средней частоте датчика. Я попробую ее увеличить. Обратите внимание, подняв частоту до 4,2, у меня частота кадров уже взлетела до 72 кадров в секунду. Что значительно поменяло ситуацию. Но это не предел. У меня довольно большое поле обзора. Сейчас я буду его сужать. Нажимаю Front of View. Вернее, Field of View, если правильно, Forth. И тихонечко с помощью трекбола ее сужаю до уровня клапана. Уже 144 кадра. Еще снижу глубину. Ну что ж, 144, видимо, в данном случае предел. И теперь я могу разглядеть прямо покадрово каждую точечку, каждую створочку. Есть ли на ней, что, сколько створочек, как она движется, любую информацию. И получить ее очень-очень легко. Обратите внимание, я прокручиваю трекбол довольно быстро, перебирая пальцами, а кадры медленно-медленно-медленно листаются. Поэтому я смогу поймать лучший момент для оценки створок, лучший момент для планиметрии, лучший момент для осмотра каких-либо изменений на створках. Только так. Теперь сделаю все наоборот. Уменьшу частоту кадров, подниму глубину и увеличу поле обзора. Запишу немножко. Теперь воспользуюсь зумом. И с помощью зума полистаю кадры. Видеозапись идет рывками. Если у пациента будет тахикардия, то пропустить нужный момент, нужный кадр, самый лучший для планиметрии или для каких-то других факторов будет значительно сложнее. Просто потому, что частота кадров всего лишь 28. И вы сможете проскочить нужный момент в этой записи. Она будет неэффективна. Именно таким образом частота кадров позволяет нам выиграть очень много моментов. И качество изображения, и рассмотреть детали, которые происходят на движущемся объекте. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Пишите ваши вопросы в комментарии, а также свяжитесь с менеджерами компании Медлига, если у вас есть вопросы по поставке оборудования. Удачи в работе, коллеги! Продолжение следует...